На этой неделе мир в очередной раз осознал, насколько хрупкая его экономика и как сильно она может пострадать от, казалось бы, самых банальных и незначительных по своим масштабам событий. Ну, простояла неуклюжая посудина пять дней поперек канава. Ну, собрались 150 кораблей в ожидании своей очереди на прохождение поводной артерии. Ну и что? Но вдумайтесь, эти потери вызваны всего лишь тем, что какая-то посудина перекрыла рукотворную водную артерию. И смех, и грех, и кулинария. По прочтении этой забавной истории так и хочется воскликнуть. Вот до чего доводят тщеславие и чревоугодие. Здравствуйте, уважаемые зрители. Всю минувшую неделю в Украине обсуждали видеоконференцию Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Причем, как всегда бывает в подобных случаях, обсуждали довольно беспредметно и истерично, вместо важных деталей заостряя внимание на второстепенных. Впрочем, обо всем по порядку. В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что на 29 марта была запланирована видеоконференция лидеров Германии, Франции и России. Позднее стало известно, что к назначенной дате согласование повестки встречи еще продолжалось и она была перенесена на следующий день. Практически сразу после появления информации о видеоконференции Меркель, Макрона и Путина, с реакцией на нее выступило Министерство иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николаенко 29 марта заявил, «Наша позиция – ничего об Украине без Украины. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе нормандской четверки можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». С одной стороны, заявление украинского МИДа понятно, так как изначально было очевидно, что среди тем переговоров российского, немецкого и французского лидеров будет в том числе и проблема мирного урегулирования на Донбассе. Но с другой стороны, откуда такая болезненная фиксация на себе? Ведь помимо Украины, у Германии, Франции и России есть немало других тем для обсуждения. Взаимоотношения России с ЕС, позиция по ядерной сделке с Ираном, международное сотрудничество в вопросах преодоления пандемии и Северный поток, наконец. В этой связи называть упомянутую видеоконференцию урезанным вариантом встреч в нормандском формате было бы неверно. И здесь в очередной раз проявился местечковый масштаб украинской дипломатии, неспособной за деревьями разглядеть лес. Что же касается содержательной части видеоконференции, состоявшейся 30 марта, она заключалась в обсуждении вопросов борьбы с пандемией коронавируса, мирного урегулирования на Донбассе, политической обстановке в Беларуси, мирного урегулирования в Ливии, послевоенного восстановления в Сирии, позиции по ядерной сделке с Ираном, отношений России с ЕС, а также ситуации вокруг осужденного Алексея Навального. Сравнивая официальные сообщения по итогам встречи, опубликованные на сайте президента России и федерального канцлера Германии, можно заметить, что в них есть как совпадения, так и разночтения. Если по вопросам борьбы с пандемией, возможности регистрации ВС-вакцины «Спутник Ви», иранской ядерной сделки, а также мирного урегулирования в Ливии и необходимости оказания гуманитарной помощи Сирии, серьезных разногласий между сторонами не возникло, то по остальным темам они явно прослеживаются. Так, на сайте немецкого канцлера сказано лишь о призыве продолжить переговоры в нормандском формате с целью обеспечения соблюдения минских соглашений, в то время как в официальном сообщении пресс-службы Кремля значится, цитата, «Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Также в версии российской стороны присутствует заявление о том, что эскалация вооруженного противостояния на линии соприкосновения происходит по инициативе украинской стороны. Расхождение позиций между европейскими и российскими лидерами по вопросу мирного урегулирования на Донбассе вполне предсказуемо и обусловлено политическими интересами сторон. Тем не менее, следует отметить, что и Россия, и Германия с Францией призывают к выполнению минских соглашений, в то время как из Киева в последние полгода раздаются призывы к их пересмотру. Столь же прогнозируемо расхождение позиций Берлина с Парижем и Москвы по Беларуси. На сайте Ангелы Меркель о ней сказано следующее. Что касается Беларуси, канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов. В то же время на сайте российского президента говорится о том, что он отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства, имеется в виду Беларусь. Как видим, даже спустя полгода после неудавшейся попытки цветной революции в Минске, ключевые страны ЕС и Россия придерживаются принципиально разной позиции по данному вопросу. Впрочем, позиция Москвы здесь более прочна, так как с ее помощью Лукашенко все же удержал власть. Относительно Навального, сайт российского президента сообщает лишь то, что европейским партнерам были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела, в то время как на сайте Ангелы Меркель сказано, цитата, «Ссылаясь на дело Навального, федеральный канцлер и президент Франции также подчеркнули необходимость соблюдения прав человека и основных прав, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека». Любопытно также, что в немецкой версии сообщения по итогам видеоконференции полностью отсутствовало упоминание об обсуждении взаимоотношений России и ЕС. По всей видимости, данную тему в Берлине предпочитают публично называть компетенцией Брюсселя. В целом же, видеоконференция российского, немецкого и французского лидеров не принесла никаких дипломатических прорывов. По сути, она стала обычной сверкой часов по ключевым вопросам международной политики, в которых присутствуют интересы Парижа, Берлина и Москвы. Ничего нового в позициях сторон по итогам этой встречи мы не увидели. То, о чем говорили лидеры Франции, Германии и России, проанализируем с политологом Александрой Решмидиловой. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, любимые зрители телеканала КРТ. Как на ваш взгляд, что-то принципиально поменяло эта встреча или же это была просто сверка часов, как говорят дипломаты? Для начала внесу ясность. Это была не совсем встреча в классическом понимании, это все-таки видеосвязь. В одних источниках говорят «звонок», другие говорят «встреча». Но по факту это видеоконференция. Поэтому мы прекрасно знаем, медийщики, как никто, знают все чудеса и сложности видеосвязи. Иногда это может быть и задержка звука, и проблемы с контекстом, с пониманием, с одновременным каким-то ведением разговора. Поэтому я считаю, что этот формат переговоров не самый продуктивный. Поэтому сделаем на это определенную погрешность, поправку. Второй момент. У нас в нашей прессе активно начали разгонять зраду-зрадоньку о том же, как же это так. Четверка превратилась в тройку, без нас разговаривают о Донбассе. Особенно Украина настаивает, чтобы никаких переговоров о нас, без нас. И вот это все, это на самом деле не совсем так. Во-первых, вопрос Донбасса был через запятую. И явно лидеры этих трех стран вели переговоры в первую очередь в связи с ковидом, с непосредственно локдаунами, обострениями и, конечно же, сертификацией российской вакцины «Спутник Ви». Это один из приоритетов переговорных процессов, особенно посмотрев на ситуацию, которое сложилось в Германии. А вы знаете, что Ангела Меркель несет очень сильные репутационные риски после жестких локдаунов. И даже сейчас в период вот как раз пасхальный были приняты решения сделать определенные послабления как для граждан, так и для бизнеса. Всячески пытается хранить и свой рейтинг, и рейтинг партии. У Макрона ситуация тоже очень сложная, неоднозначная, особенно в связи с тем, что мэры ряда городов подняли, актуализировали вопрос о общей прямых закупках «Спутника», как, к примеру, сделал мэр Ниццы, который сказал, что «Ну смотрите, я же маски одним из первых достал, почему я не могу и вакцину достать одним из первых?» Тем более, он намекнул на то, что у него есть возможность законтрактовать несколько сот тысяч доз непосредственно «Спутника». все упирается только в сертификацию или, условно так, совсем упрощенно, в разрешение. Знаем, что уже Венгрия, Словакия также «Спутник» решили приобретать. В Словакии, кстати, немножко нехорошо закончилось политическим кризисом, но не будем на этом акцентировать. Второй вопрос, кроме вакцинации, был господин Навальный. Непосредственно его сохранность, здоровье и выполнение международных конвенций, на чем настаивали активно суровые европейские лидеры. А вот вопрос Донбасса тоже присутствовал, но, кстати, я смотрела на сайте непосредственно Елисейского дворца, как расшифровывали французы, у них было тоже два абзаца, поэтому ненамного они отличаются от позиции госпожи канцлерин. Самая действительно широкая такая разлога оппозиция была на сайте Кремля непосредственно, но нельзя сказать, что мы услышали принципиально что-то новое. Кроме того, что были действительно обвинения с российской стороны в нашу сторону, также был очередной призыв вести прямые переговоры с лидерами так называемых ОРДЛО. Ну и опять, конечно же, что Минск, 15-й год, наше все выполняем, как бы все уже подписано, договорено и нечего там обсуждать. То есть позиции Украины, давайте пересмотрим, давайте иначе прочитаем, не справа налево, слева направо, снизу вверх, сверху вниз, как бы это ни звучало, пока никаких попыток действительно как-то переиначить, переосмыслить, обновить не наблюдается. Ну и, конечно же, отдельно еще вопрос это о расширении, изменении четверки, да, квадрата на какую-нибудь другую геометрическую фигуру с дополнением, усилением за счет Соединенных Штатов тоже речь не идет. Ну и опять-таки отсутствие Украины в этом переговорном процессе показывает нам, указывает скорее нам на кризис переговорного процесса. Он как бы так в негласно, это не новость, это не прям что-то экстраординарное. Такие попытки поговорить о нас без нас уже принимались и периода Порошенко, были ситуации, когда Меркель встречалась напрямую с Путиным и как бы так, возвращаясь на обратном пути, заезжала в Киев и тоже передавала пламенные приветы. Разное мы видели, но это говорит лишь о том, что пока прогресса не наблюдается, хотя вот на сайте немецком был интересный пассаж о том, что настаивают на возможной встрече все-таки в четверке, о том, что переговорному процессу не мешало бы дать дополнительную силу. Хотя вот украинский МИД господин Кулеба настаивает на том, что все-таки какую-то инициативу перехватывало не Германию, не Меркель, а наоборот взывают к активизации Франции, Макрона. Хотя, мне кажется, попытка от Макрона уже тоже была и не особо, она увенчалась сильным успехом. То есть какие-то лидерские позиции в этом процессе он на себя вряд ли будет в следующий раз еще раз брать. Это мне, честно говоря, напоминает, я имею в виду позицию нашего МИДа. Она мне напоминает известный анекдот, там, где пока куры дохли, значит, их владелец чертил во дворе красные круги, треугольники и так далее, и в итоге они все умерли. То есть, ну, у меня было еще много хороших идей, как говорится. Можно там выразить мысль о привлечении Соединенных Штатов, Британии, кого угодно к этим переговорам, но ничего это не даст все равно. Вот что касается других тем, которые обсуждали лидеры этих трех стран, Германии, Франции и России, наверное, самое животрепещущее сейчас это взаимоотношения Евросоюза и России, собственно. Потому что с Брюсселем Москва, в общем-то, порвала отношения. И Лавров об этом открыто заявил, в том числе во время своего визита в Китай. А вот с отдельными национальными государствами Москва продолжает выстраивать отношения. И в этой связи показательно, что из тех тем, которые обсуждались, ну, приблизительно по половине тем они сошлись в своих позициях. Там по Сирии, по Ливии, еще по ряду вопросов, по ковиду тому же. А вот по половине тем не сошлись, что называется. Как вот вы это прокомментируете? Какие сегодня самые спорные вопросы есть во взаимоотношениях Германии, Франции и России? Ну, на самом деле, полного умиротворения, спокойства, радости и взаимопонимания никто особо и не ожидал. Потому что, давайте не забывать, что все-таки санкционная политика в действии. И если бы было такое взаимопонимание, хотя бы потенциально, мы бы тогда наблюдали предложение со стороны европейских лидеров о смягчении санкций, пересмотра санкций. А тут как бы одной рукой мы гладим, другой мы пытаемся пожурить. И вот этот вот диссонанс, как бы он во многом уже достаточно привычен. Понятно, что Европейскому Союзу, особенно тоже в период дополнительной конфронтации с Китаем, необходимо все-таки хоть с кем-то находить взаимопонимание. Особенно, тут, кстати, странно, что не поднимались энергетические вопросы, хотя мы понимаем, что они на повестке дня тоже достаточно актуальны. Но это объяснимо тем, что отопительный сезон уже заканчивается, а до северного потока немножко еще есть, скажем так, запас, поэтому эти темы явно отложили. Также не слышали привычные всем темы, которые нужно обязательно обсудить. Это какие-нибудь экологические темы или другие очень-очень важные темы. Все-таки здесь в связи с тем, что я так понимаю, что все лидеры имеют ограниченный ресурс временной, постарались компактно уложить самые животрепещущие. Конечно, они сошлись в вопросах прав и свобод человека и всего-всего-всего, что уходило в тему Навального, потому что давайте не забывать, что все-таки эта история повлекла за собой опять дополнительные санкции, которые надо было с серьезным лицом удерживать. И продолжается эта тема держаться в той конве, уже в привычной. Ничего нового по этому направлению мы как раз не услышали. Ну, кстати, вот про Навального интересно тоже, как пишут две стороны, что называется. Немцы написали о необходимости соблюдения всевозможных европейских конвенций, прав человека и так далее. А на сайте Кремля написано просто, что российская сторона проинформировала иностранных партнеров о положении Навального. Данил, я хочу сказать, что убеждена, что как раз тема Навального везде во всех таблоидах выносилась чуть ли не как первый приоритет, потому что если бы она была через запятую где-то в конце, то действительно создавалось бы впечатление, что найдено взаимопонимание. А этого же допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому сначала нужно сказать, где есть непримиримые позиции, на этом акцентировать, и лишь потом уже переходить, что, между прочим, договорились о том, о том, о том, о том, и вот здесь же как бы есть какие-то общие точки соприкосновения. И уже немножко так чуть ниже к тексту вдруг не все дочитают. Но как раз ситуация с той же вакциной, вообще натальной вакцинацией и синхронизация определенных ограничений в связи с локдаунами, посмотрите, Франция усиливает очень сильно сейчас ограничения. Это национальный карантин. Германия, наоборот, слегка выходит из жесткого карантина, но... Но там карантины идут практически через месяц в Германии. Да, и давайте тоже, справедливости ради, это не украинские карантины. И, поверьте, наши локдауны – это просто буйство свобод по сравнению с тем, что происходит в Европе. Отдельная тема, я думаю, что если бы была возможность, к примеру, сделать более широкий спектр европейских государств, которые хотели бы участвовать в переговорных процессах Российской Федерации, там бы точно оказалась Италия, которая также ведет переговоры о возможных закупках или, по крайней мере, дополнительной сертификации спутника. То есть все больше семья европейских государств расширяет кругозор в сторону разных вакцин. Мы понимаем, что у всех есть проблемы с закупками, с прогнозируемым количеством поставок, но то, что все государства пытаются ускорить процесс вакцинации, а не замедлить – это однозначно. И сейчас в связи особенно с определенным, ну, я не скажу, кризисом британской вакцины, да, AstraZeneca, которая переименовалась, и уже что она только не пробует сделать для того, чтобы улучшить свой имидж, явно есть опять, кстати, ряд фарм громких скандалов и во Франции, и в Германии. Эту тему надо выравнивать для того, чтобы не погрузнуть, не завязнуть в этих, скажем так, негативных темах. Вот поэтому лидеры стараются показать своему собственному избирателю. Поверьте, они не на украинского гражданина или не на российского настроены, они исключительно настроены на внутренние повестки, потому что Меркель явно понимает, что осенью выборы, и к ним надо готовиться очень усиленно, потому что с такой динамикой падения рейтингов можно… Шутят уже, что зеленые будут канцлера выбирать. Макрон хоть и имеет определенный люфт, запас до весны 2021 года, но опять-таки время настолько стремительно, что там и президентские выборы, а за ними и выборы повторные непосредственно своей политической силе тоже нужно дать какой-то задел, чтобы она смогла устоять, потому что было масса прогнозов, что проект Макрона идет в политический активная жизнь только на один сезон, то есть это проект под конкретного лидера, и вряд ли он удержится. Вот это будет большое испытание, сможет удержаться, не сможет, или опять будут подрастать конкуренты. Достаточно посмотреть на социологии внутри Французской Республики и увидеть, что уверенности у Макрона в однозначной победе нет. Кстати, последняя президентская социология была интересная. ИПН растет. Да, по моделированию второго тура. И как ни странно, еще буквально пару месяцев назад Макрон лидировал, да, с небольшим перевесом, но уверенно, а сейчас, скажем так, ситуация слегка шаткая. Особенно даю такой еще акцент, что вот этот вот некий парад неповиновения с мэрами городов, которые для нашей страны привычены, не вызывают никаких вопросов в связи с локдаунами во Франции, очень часто мэры городов могут совмещать, скажем так, свои портфели еще с министерскими, очень часто влияют непосредственно на правительства, которые формируются, скажем, по партийному тоже признаку. И тут могут быть неожиданные качели, скажем так, в преддверии, опять-таки, выборов. Или, так скажем, не особо приятная динамика, да, которая может не так радовать, как хотелось бы. И давайте не забывать, что французские города, регионы имеют очень широкие полномочия в связи с децентрализацией и стали на это бить, что, извините, у нас есть полномочия, мы хотим делать сами, условно, ну, не в обход позиции Парижа, но, как бы, имея полное право принимать решения самостоятельно. Вот здесь как раз... Кстати, на этом тоже играют консерваторы, они апеллируют к старой земельной истории Франции в том числе. Так вот это, на самом деле, те кейсы, которые, я думаю, что украинские мэры городов тоже будут брать на вооружение, так как мы видим, что, допустим, Киев дал посыл, что... А вот вы инициировали сейчас локдаун? У нас же этот локдаун с инициативой снизу, а не сверху. Обычно Киев спускает распоряжение, что все под замок. А тут, наоборот, города инициируют усиление определенных ограничений. И здесь президент в своем видеообращении заявляет о том, что обратите внимание, вы тогда несете все риски и нагрузки. Тем временем, на фоне разрастания глобального геополитического противостояния между США и Китаем, Пекин укрепляет взаимоотношения со странами, активно противостоящими Вашингтону на международной арене. В рамках этой тенденции 27 марта Китай и Иран заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. Церемония подписания прошла в Тегеране. По заявлению иранской стороны, документ рассчитан на 25 лет и состоит из политических, стратегических и экономических компонентов. Из той скудной информации о содержании документа, которую можно найти в сети, больше всего впечатляет прописанный в нем объем китайских инвестиций в экономику Ирана. За последующие 25 лет он составит 400 миллиардов долларов. Это не считая доходов от продажи иранской нефти, которую Китай готов закупать во все больших объемах. Заключенное на этой неделе китайско-иранское соглашение имеет долгую предысторию. Впервые предложение о согласовании и подписании подобного документа поступило Исламской Республике в 2016 году, когда с визитом в Тегеране побывал глава КНР Си Цзиньпин. Однако тогда предложение было воспринято иранской стороной прохладно. Причиной тому послужил принятый в 2015 году совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, он же иранская ядерная сделка. Согласно ему, США и ЕС снимали с Ирана часть санкционных ограничений в обмен на сокращение обогащения урана. В 2016 году иранская сторона еще была полна оптимизма относительно сделки и полагала, что помимо возможности торговать нефтью с ЕС, она принесет европейские инвестиции в нефтедобывающий сектор в стране. Тем не менее, после 2018 года, когда США по инициативе Дональда Трампа вышли из ядерной сделки, а отношения Тегерана с Вашингтоном накалились до предела, иранская сторона вернулась к рассмотрению планов по более активному взаимодействию с китайцами. Особенно активно эти планы начали продвигаться в последнее время, когда на фоне восстановления китайской экономики после пандемии в Поднебесной резко выросло потребление нефти. Например, в марте текущего года Китай покупает 856 тысяч баррелей иранской нефти в день. Это самый высокий показатель закупок почти за два года, и на 129% больше, чем в феврале. Такие данные приводит Кевин Райт, аналитик фирмы Кеплер. Он учитывает перевалку с судна на судно на Ближнем Востоке и в водах Сингапура, Малайзии и Индонезии, скрывающие происхождение нефти. Китай покупает почти 12 миллионов баррелей нефти в сутки у разных поставщиков, а его потребности в нефти свыше 30 миллионов баррелей в сутки. Что оставляет существенный потенциал для роста закупок, в том числе и у Ирана. Особенно привлекательной иранскую нефть для Китая делает скидка, обусловленная наложенными на Ислабскую республику западными санкциями. В условиях, когда другие государства опасаются закупать иранскую нефть в больших объемах, боясь так называемых вторичных санкций со стороны США, Иран вынужден демпинговать, чтобы продать как можно больше сырья в Китай. В среднем иранская нефть обходится на 3-5 долларов дешевле марки Brent. Учитывая объемы, в которых Китай ее закупает, подобная скидка обеспечивает солидную экономию. Как пишет издание The New York Times, подписанное Пекином и Тегераном соглашение, скорее всего, совпадает с его проектом, полученным газетой в прошлом году. Далее цитата. В этом проекте прописаны 400 миллиардов долларов китайских инвестиций, которые будут сделаны в десятки областей, включая банковское дело, телекоммуникации, порты, железные дороги, здравоохранение и информационные технологии в течение следующих 25 лет. В обмен на это Китай получит регулярные и, по словам одного из иранских чиновников и нефтетрейдеров, очень выгодные благодаря скидке поставки иранской нефти. Говоря о международном политическом значении заключенного соглашения, следует отметить, что оно существенно усилило переговорные позиции Ирана в вопросе возврата к условиям ядерной сделки с США. Напомним, реанимация данного документа – один из важнейших пунктов внешнеполитической программы американского президента Джо Байдена. Сейчас американцы настаивают на том, чтобы Иран в одностороннем порядке вернулся к соблюдению условий сделки, после чего они готовы будут начать переговоры о смягчении санкций. В Тегеране, в свою очередь, ставят диаметрально противоположные условия, требуя от американской стороны смягчения санкций, после чего можно будет начать переговоры. Гарантии крупных инвестиций и стабильных закупок нефти, предоставленные Китаем, позволяют иранцам не идти на уступки США и продолжать гнуть свою линию в заочной дипломатической полемике с Белым домом. Неудивительно, что в день подписания китайско-иранского соглашения Джо Байден заявил об обеспокоенности сотрудничеством Пекина и Тегерана. Стоит также отметить, что помимо обеспечения собственной энергетической безопасности и выстраивания отношений с другими оппонентами США, Китай занимается и усилением контроля над своими потенциально нестабильными провинциями. Так, на прошлой неделе правительство Китая одобрило новый закон, который резко ограничит право гонконгцев баллотироваться на выборах и изменит структуру городского законодательного собрания, что еще больше укрепит власть Пекина над полуавтономной территорией. В единодушном и неудивительном решении во вторник постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, официальный парламент Китая, одобрил предложенные изменения в том, как выбираются гонконгские законодатели и глава города. До сих пор места в 70-м местном законодательном органе Гонконга были разделены примерно поровну между депутатами, избираемыми прямым голосованием, и представителями так называемых функциональных округов, избранными сотрудниками крупных предприятий, которые обычно отдают предпочтение союзникам Пекина. Теоретически оппозиционные партии могли получить большинство в органе, заняв почти все выборные места и несколько функциональных округов, что позволяло иметь решающий голос в управлении городом. Однако с прошлого вторника система изменилась. Законодательный орган расширился до 90 мест, 40 из которых будут избраны недавно наделенной полномочиями избирательной комиссией, сформированной из лояльных центральному правительству чиновников. Функциональные округа будут контролировать 30 мест, в то время как только 20 депутатов будут напрямую избираться горожанами. Это наименьшее количество выборных представителей в местном законодательном собрании с тех пор, как Гонконг был передан под власть Китая в 1997 году. Причиной реформы местного самоуправления, инициированной из Пекина, вероятно, послужило осознание того, что США и их союзники в своем противостоянии с Китаем будут использовать фактор Гонконга наряду с фактором раздувания притеснений уйгуров в Синьцзяне. Чтобы пресечь все попытки дестабилизации в регионе, китайское правительство решило укрепить свой контроль над ним, урезав возможности потенциально нелояльных местных депутатов влиять на управление городом. На этой неделе мир в очередной раз осознал, насколько хрупкая его экономика и как сильно она может пострадать от, казалось бы, самых банальных и незначительных по своим масштабам событий. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник, 23 марта, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Как сообщил в прошлую субботу глава администрации Суэцкого канала Усам Арабия, одной из причин инцидента стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром. Корабль простоял поперек канала пять дней, после чего его удалось снять с мели и навигация возобновилась. 29 марта хозяин контейнеровоза японская компания Шохей Кисен подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции. В заявлении компании говорится, что в будущем Ever Given пройдет полный осмотр на предмет ущерба, чтобы как можно скорее вернуться на маршрут следования. Вы, уважаемые зрители, наверное, сейчас недоумеваете. Ну, простояла неуклюжая посудина пять дней поперек канала. Ну, собрались 150 кораблей в ожидании своей очереди на прохождение поводной артерии. Ну и что? Но проблема в том, что Суэцкий канал обеспечивает 7% мирового морского грузооборота, играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью, а для Египта является вторым после туризма источником валютной выручки. По оценкам издания The Washington Post, каждый день простоя Суэцкого канала без судоходства стоил в мировой экономике примерно 9,6 миллиардов долларов прямых убытков и недополученной выгоды. Умножаем эту цифру на 5 и получаем 48 миллиардов долларов. Конечно, кто-то может сказать, что по сравнению с триллионными убытками мировой экономики от пандемии и вызванных ей экономических ограничений, это сущий пустяк. Но вдумайтесь, эти потери вызваны всего лишь тем, что какая-то посудина перекрыла рукотворную водную артерию. Вот что пишет по этому поводу все та же Washington Post. Цитата. Испытание с кораблем также подчеркнуло хрупкость мировой экономики. Полтора столетия назад открытие Суэцкого канала ознаменовало начало эры глобального быстрого судоходства, которое с тех пор только ускорилось. Между тем, за последние полвека вместимость грузовых судов выросла примерно на 1500%, что расширило ассортимент доступных потребительских товаров и снизило цены во всем мире. Но подобное увеличение размеров создает узкие места в артериях с интенсивным движением, таких как Суэцкий канал. От себя добавим, что проблема не только и не столько в увеличении размеров торговых судов, сколько в том, что возможна ситуация, при которой существенный процент мировой торговли задерживается на время или попросту останавливается только потому, что торговые пути проходят в крайне уязвимых местах. В этих условиях все громче заявляют о себе страны, стремящиеся развивать альтернативные торговые пути. Так, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов 26 марта заявил, что блокировка Суэцкого канала показала необходимость развития Северного морского пути. Напомним, этот путь проходит в арктических водах вдоль северного побережья России и в ближайшие несколько десятилетий судоходство по нему существенно упростится в связи с изменением климата и уменьшением ледового покрова. Разумеется, говорить о Северном морском пути или каком-то другом маршруте именно как об альтернативе Суэцкому каналу было бы неверно. Однако история с застрявшим контейнеровозом несомненно актуализирует данный проект весьма актуальный для российско-китайской кооперации. Подробнее о том, какие последствия для мировой экономики принес инцидент в Суэцком канале поговорим с энергетическим и экономическим экспертом Валентином Землянским. Здравствуйте, Валентин! Добрый день, Данил! Ну, собственно, первый вопрос, и он же самый главный какие последствия для мировой экономики принес вот этот вот инцидент с застрявшим кораблем? Ну, я думаю, что последствия будут еще подсчитываться. Давайте понимаем, что у нас же как бы мировая экономика инструмент и организм достаточно сложный. У нас страховки на страховке, поэтому я думаю, что это может не ограничиться той суммой, которую вы назвали. Нефть показала рост, но не такой значительный, как это предполагалось, биржевыми спекулянтами. Естественно, что любые события форс-мажорного характера, а тем более вот такого почти там с элементами техногенной катастрофы, да, то есть перекрытие канала, естественно, биржа сыграла. Естественно, нефть и нефть пошла вверх. Естественно, ну, то есть было вполне ожидаемо, но отскок произошел достаточно быстро, впрочем, как и ликвидация. Ликвидация этих последствий. Ну, мы понимаем, что еще как бы неделю потратят на то, чтобы восстановить сам процесс судоходства. Поэтому я думаю, что, наверное, больше проблем возникнет у страховых компаний, нежели у компаний, которые работают в реальном секторе. То есть, соответственно, у потребителей, на которых отразятся эти последствия в виде увеличившихся цен, как на энергоносители. Ну, не знаю, вот говорили по поводу того, что цены на кофе могут. Вот это гораздо существеннее подняться, чем цены на нефть. Ну, знаете, что вот меня впечатлило? Это же получается, если какие-то политические риски будут, например, война в регионе, где этот Суэцкий канал проходит, или другие крупные транспортные артерии, то вся мировая торговля, ну, или там значительная ее часть, может просто остановиться. И альтернативных путей пока особо каких-то нет. Ну, вот Россия там говорит о северном морском пути, но мы же понимаем, что до его запуска там еще пройдут годы, как минимум. Ну, так всем уже стало интересно, уже Соединенные Штаты заявили, что это же наш общий путь в северное морское. Поэтому тут есть свои геополитические подвижки как бы относительно после перекрытия Суэцкого канала. Но давайте понимать, что, в принципе, любое перекрытие любой артерии, оно так или иначе отражается, потому что мир глобализирован. Какие бы карантины не проходили, какие бы ограничения не накладывались, в любом случае, то, что происходит сейчас, не знаю, в другом полушарии, на другом конце света, оно, безусловно, будет отражаться на нас с вами. Все равно мы это будем так или иначе косвенно ощущать на себе. Отголоски будут долетать. То есть никто не останется в стороне. Поэтому, безусловно, вопросы безопасности инфраструктуры, они являются, ну, одними из приоритетных и для транспортных компаний, для судоходных, и для нефтегазовых компаний, если хотите. Ну, то есть любая компания, которая связана с серьезной международной логистикой, они как бы работают. Ну, давайте вспомним Китай. Зачем далеко ходить? Как бы шелковый путь, который, мимо которого пролетела Украина, хотя имела все шансы для того, чтобы стать его существенной составной частью. Поэтому, безусловно, и, кстати, не в последнюю очередь относительно безопасности. Опять же, можно вспомнить, как, собственно, наши так называемые активисты 15-16 год останавливали российские фуры, которые шли транзитом, пытаясь выяснить, кто там больше любит Украину, или другие интересующие наших национал-патриотов вопросы. И это существенно ударило по автомобильному транзиту. Давайте, опять же, можно привести, чтобы просто не уходить далеко от Украины. То есть ситуация СМХ-17, как бы, и как это отразилось на воздушном пространстве Украины. Мы оказались в стороне от крупных авиакоридоров, авиасообщения. Это достаточно открыть сайт Flightradar24 для того, чтобы увидеть, какое место занимает Украина в мировой авиационной инфраструктуре. Это транзит грузов, то есть не только автомобильный, через Украину. Вот, казалось бы, отголоски Майдана в виде активистов, а, собственно говоря, насколько серьезно это ударило по украинской экономике. А теперь давайте масштабируем и просто посмотрим, если какой-то из стран, какой-то из каналов, которые существенно влияют на мировую экономику, оказываются остановленными. Причем неважно по какой причине. По причине, так сказать, национально... по активизации национально-патриотических движений или просто из-за человеческого фактора, из-за ошибки. Результат, как бы, одинаковый для всех. Опять же, там просто вопрос в объемах финансовых потерь, но эти потери, в любом случае, несут практически достаточно большое количество участников процесса. Вот вы упомянули китайский проект «Новый шелковый путь». А насколько он может быть альтернативой вот этим вот корабельным перевозкам через узкие места, что называется, через тот же Суэцкий канал? Ведь, насколько мне известно, реализация проекта «Нового шелкового пути» идет пока что ни шатка, ни валка. Но есть там серьезные затруднения с ней, как минимум. Ну, никто и не ожидал, что все это произойдет как бы по мановению волшебной палочки или по щелчку. Но, безусловно, Китай, торгующий на сегодняшний день практически со всем миром, являющийся одной из крупнейших, если не сказать, крупнейшей экономикой в мире. Естественно, и морские перевозки тоже, безусловно, влияют на логистику китайских товаров. Но в данном случае мы с вами говорим по поводу того, что Китай ищет альтернативы, а мы занимаемся самоизоляцией. То есть, декларируя с одной стороны свою открытость мира, по факту, последние 6-7 лет Украина, находясь в центре Европы, будучи точкой пересечения всех торговых путей, начиная, извините, до царя гороха, а складывается парадоксальная ситуация. Мы прошли мимо. Ну, давайте вспомним с Китаем, как мы контейнеровоз отправляем. И чем это, как это печально все закончилось. Более того, я общался с казахскими дипломатами, которые говорили, что Украина не спросила нас относительно возможности, возможности сотрудничества. Они говорят, ну, а как вы себе это вообще географически представляете? Ну, то есть, не договариваясь с нами, вы пытаетесь сформировать какой-то абсолютно непонятный путь транзита. Поэтому, безусловно, мы сейчас находимся как бы в очень-очень сложной ситуации с точки зрения нарастающих противоречий с Пекином. Вот из-за довольно неуместных действий и заявлений Киева. Поэтому даже тот ни шатко-ни валко развивающийся новый шелковый путь, как бы там ни было, мы имели все шансы для того, чтобы включиться в этот процесс и получить очень мощный драйвер для развития украинской экономики. Ну, это вот я просто иллюстрирую, да, то есть, события, которые происходят в мире и как они отражаются даже на такой стране, как Украина. Потому что, в данном случае, это железнодорожные, автомобильные перевозки, было бы понятно, для чего мы строим дороги, было бы понятно, каким образом загрузить наши предприятия по производству локомотивов и вагонов, было бы понятно, для чего нам нужно обновление железнодорожной инфраструктуры, ну, то есть, со всеми вытекающими. Это рабочие места, это дополнительные инвестиции, которые бы пошли в страну, и это как следствие возможно появление промышленных кластеров, то есть, Китай бы переносил часть производства сюда для того, чтобы, например, логистически сократить вопросы доставки. Ну, то есть, мы бы включились в мировую производственную цепочку. Этого не произошло, к сожалению. Поэтому, вот, какие бы процессы не происходили, насколько медленно бы они не шли, выключенность Украины из мировой повестки, экономической повестки дня, но это путь в никуда, это путь к дальнейшей, к сожалению, к дальнейшей деградации государства. Ну, продолжая поднятую вами тему самоизоляции Украины, вот в таком транзитном плане, для меня всегда это было удивительно, потому что ведь для элит возможность сидеть на транзите это возможность, что называется, воровать с прибылей. Ну, то есть, это же идеальная золотая жила, почему наши элиты не хотят этим пользоваться? Или, может быть, не дают пользоваться? Может быть, проблема в наших западных партнерах все-таки, или же в головах, я не знаю, там, какие-то психологические сложности. Данил, тут совокупность факторов, то есть, понятное дело, с одной стороны, очень мощное давление со стороны, в первую очередь, Вашингтона, на киевскую администрацию, на украинскую администрацию, на украинскую власть, которая не дает возможности, но в первую очередь, мы с Вами будем, к сожалению, возвращаться, вот каждый раз, говоря об экономике, я говорю об одном, мы будем возвращаться к конфликту с Российской Федерацией, будь то Донбасс, будь то Крым, тут уже, как бы, географические места значения не имеют. То есть, до урегулированности этого вопроса нам сложно будет говорить о каком-то экономическом восстановлении. И вот тут, как бы, можно ставить достаточно большую, большую жирную точку вопросов перспектив, то есть, пока не будет урегулирована политическая часть. С другой стороны, помимо влияния, так сказать, западных элит, давайте очень четко понимать, что с 2014 года у нас, к сожалению, властью принята на вооружение политика выбивание денег из населения. То есть, население стало тем последним ресурсом, с которого можно, собственно говоря, формировать финансовые потоки и формировать на них соответствующие коррупционные схемы. То есть, если раньше это происходило как раз за счет вот о чем вы говорите, за счет транзитных потоков, за счет экспортных потоков, то есть, Украина достаточно активно экспортировала в ту же самую Российскую Федерацию, то есть, вот этот мем про европейский рынок и европейскую ориентацию привел к потерям десятков миллиардов экспортных доходов. 14 миллиардов долларов экспорта в Россию мы так и не восстановили на сегодняшний день. Поэтому у власти не остается просто другого выхода. Отсюда, как бы, мы с вами видим вот эти все истории с ростом цен тарифов на энергоносители, ростом цен внутри страны, потому что экономика продолжает коллапсировать, она не развивается. Политическая изоляция ведет к экономической изоляции, экономическая изоляция ведет к унищению и деградации в целом украинского народно-хозяйственного комплекса. Я бы даже вот так вот сказал. взял бы это как целостное целостное явление. Так что, к сожалению, пока мои прогнозы весьма весьма печальны, потому что, честно говоря, я не вижу в действиях власти никаких обнадеживающих хотя бы там и перспективных решений. То есть, я не говорю о том, что нужно там побороть бездность и стать там процветающей, промышленно развитой и так далее и тому подобное. Это очень долгий кропотливый труд, но для этого необходимо закладывать базис. На сегодняшний день во власти нет людей, понимающих вообще значение слова базис, как в политическом, так и экономическом значении. А вот в Доминикане на минувшей неделе произошла история, которую смело можно озаглавить и смех, и грех, и кулинария. Как сообщает британское издание The Guardian, находящийся в бегах член мафиозной группировки был пойман в Карибском бассейне после того, как появился на YouTube в видеороликах о кулинарии, в которых он прятал лицо, но случайно показал свои характерные татуировки. 53-летний Марк Ферен Клод Бьяр вел спокойную жизнь в Бока-Чика в Доминиканской Республике, а местная итальянская община эмигрантов считала его иностранцем, говорится в заявлении полиции в понедельник. Его предательски выдал канал на YouTube, на котором беговый бандит демонстрировал свои итальянские кулинарные способности. По словам полиции, на видео не было видно лица, но татуировки на теле выдали мафиози. Биарт находился в бегах с 2014 года, когда итальянская прокуратура распорядилась арестовать его за торговлю кокаином в Нидерландах от имени клана Качёва мафии города Ндрангетто. По прочтению этой забавной истории так и хочется воскликнуть. Вот до чего доводит тщеславие и чревоугодие. Ну а в Мьянме на этой неделе снова было не до смеха. Как сообщают СМИ, в ходе разгона протестов в этой стране, которые прошли в день вооруженных сил, были убиты более сотни человек. По данным правозащитников, с 1 февраля, когда власть в стране захватили военное число погибших в столкновениях, превысило 400 человек. По данным ресурсам Янманау, военные открыли стрельбу по протестующим в более чем 40 городах. Больше всего погибших зафиксировано в Янгоне и втором по величине крупнейшем городе Мандавай. Среди погибших есть дети. Издание пишет, что это самое большое число жертв за день с начала февраля, когда в стране произошел военный переворот. Как сообщает правозащитная организация Ассоциация помощи политическим заключенным, по состоянию на 27 марта общее число умерших при разгоне протестов в Мьянме достигло 423. Были задержаны более 2400 человек. Что же касается военных, являющихся реальной властью в стране, свой профессиональный праздник 27 марта они отметили с размахом. В столице прошел военный парад, а вечером был организован торжественный прием для сотрудников иностранных дипломатических миссий. Среди прочих гостей на мероприятии были замечены представители Минобороны России. Вообще стоит отметить, что ситуация в Мьянме с каждым днем обретает все более отчетливые черты очередной горячей точки на карте геополитического противостояния. Пришедшие к власти военные поддерживают довольно тесные связи с Китаем и Россией, что подтверждается даже на уровне публичной риторики и символических жестов. В свою очередь вышедших на улицы противников военного переворота активно пиарят западные СМИ и правозащитные организации. Да и сама тактика протестующих до боли напоминает классические примеры цветных революций и попыток их совершения. Те же строительные каски, палки, деревянные и пластиковые щиты, а главное та же символика. Знаменитый кулак, поднятый вверх как символ борьбы, активно используется противниками военного переворота в Мьянме наряду со специфическим местным жестом из трех пальцев. В общем, налицо поддержка протестующих со стороны Запада, а правящего военного режима со стороны Китая и России. Удастся ли военным в Мьянме сохранить власть, покажет время, но пока можно утверждать, что все предпосылки к этому у них есть. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Продолжение следует...